привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья тема сегодня будет не о собаках тема будет сегодня достаточно серьезная такая и кто решил посмотреть подрессировку может сразу переключиться у нас сегодня экстренный выпуск такой вообще будет о несправедливости жизни скажем так я не жаловаться хочу вам на свою жизнь хочу лишь обезопасить ее я написал губернатору кемеровской области аману гумира чатулееву о том что у нас происходит вообще в отряде я сказал что у меня есть готовый ролик я пока не выкладываю его этот ролик с видео свидетельствами документальным подтверждением того что безобразие полнейший в кинологической службе происходит кемеровского областного поисково-спасательного отряда пока вот поступила ко мне только такая реакция о том что я написал губернатору что начальник отряда знает о том что я написал губернатору кемеровской области я вообще не понимаю что происходит и вот после этого стали как бы поступать вот такие вот просто мне предупреждение то есть человек у меня остались знакомые к которые прощаются в этой среде и говорят олег будь осторожен все вы прекрасно знаете о том что до недавнего времени я работал в областном кемеровском областном поисково-спасательном отряде агентство по защите населения территории кемеровской области то есть это не мы не мчс я прошу не путать и добросовестно я выполнял свою работу тренировочные мероприятия которые я проводил с собаками вы все прекрасно наблюдали подготовку собак моих мою подготовку собственно говоря ну скажу так что я работал не за зарплату в как энтузиаст работал на результат соответствующее отношение у меня было такое к работе что я приходил гораздо раньше на работу уходил гораздо позже за свой счет ездил обучался следил за здоровьем животным не потому что это была моя работа потому что это жизнь моя и относился я к этому соответствующе то есть я когда мне получше поручает какую-то работу и тем более когда я стремлюсь чему-то то я вкладываю всю душу всю энергию какая у меня есть плюс даже больше то есть моя семья я брал из семьи и нес на работу но это все предыстория как же я хочу обезопасить себя то есть я был сокращен несправедливо сразу скажу был сокращен но это отдельная тема разговора я думаю что мы с вами поговорим попозже но сегодня мне и после того как я был сокращен я стал искать правду то есть каким образом я стал искать правду я стал сообщать о том что происходит что-то неправильное у нас на предприятии фактические вещи которые происходят подетально я описывал рассказывал людям которые могли повлиять на ситуацию то есть я не привык сдаваться я привык добиваться какого-то результата я сейчас могу сказать уверенно с уверенностью в том что кемеровская область сейчас у нас осталась без поисково спасательные службы кинологического именно подразделения то есть и это не нормально как я считаю вот я пытаюсь всеми средствами и силами как бы добиться того чтобы именно кинологическая служба была выведена на какой-то нормальный уровень потому что сейчас уровень ноль то есть даже не то что ноль а сейчас происходят такие вещи что содержание животных отношение к животным ветеринарное обслуживание материальное какое-то обслуживание не находит находится скажем так не не то чтобы надо не на должном уровне а находится на уровне который но вообще ниже то есть это не то чтобы ноль это минус какой-то вообще на самом деле а потому что люди некомпетентные абсолютно этим занимаются и даже не преследует такую цель чего-то добиться ну в общем после того как я стал обращаться к людям которые могут повлиять на ситуацию я столкнулся со стеной непонимания с абсолютно то есть у меня есть какие документальные подтверждения видео свидетельства того как человек который сейчас занимается этим относится к своей работе относился собственно говоря к своей работе и судя по словам которые ну мы и меня все-таки связи остались как бы и мне сообщают люди что там происходит вообще все осталось все на том же самым нехорошем уровне а сегодня мне позвонили сказали о том чтобы я был осторожен я поинтересовался в плане каком я должен быть осторожен мне сказали что ты влияешь на ситуацию ты вызываешь какие-то проверки пишешь какие-то бумаги и люди уже готовы на все только чтобы я в общем замолчал я не знаю что это говорит но я могу с уверенностью вам сказать о том что человек начальник отряда на же допустим да он никогда не гнушался такими методами воздействиями как физическое например воздействие да я не знаю что он имел виду но он уже ведет разговоры какие-то естественно это как бы разговоры негласные такие а между собой чеки такие небольшие что как бы кинолог заткнулся и он подстрекает людей на то чтобы совершить какой-то я не знаю что вообще на самом деле но знаете если что-то произойдет со мной с моей семьей там я не знаю с моим имуществом может быть я могу сказать с полной уверенностью о том что пока вы сейчас кто бы это не сделал вообще кто бы не собирался это сделать кто бы не задумывался над этим я прошу оставить эти свои мысли о том что нужно что-то совершить в отношении меня потому что сейчас пока вы я лично обвиняю вас в халатном отношении к работе может быть какие-то экономические какие-то преступления мои подозрения может быть они оправдаются но если что-то произойдет то вы уже будете подозреваться в уголовном преступлении то есть не подводите не сами не остановитесь на эту скользкую дорожку не 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 подстрекайте никого из людей на такие вещи я никого не боюсь никогда не боялся я 800 килограммового медведя водил за ухо и могу вам сказать что вообще никак даже вот не думаю об этом но знаете что вы становитесь на скользкую дорожку вот как то вот такие вот дела собственно говоря происходит поэтому я делаю это обращение о том что чтобы все знали что если что-то случится то это не я это не просто так произошло что-то да произошло именно потому что некоторые люди хотели этого ну собственно говоря все что я хотел сказать будем работать дальше я не остановлюсь на этом я буду добиваться того что чтобы порядок в кинологической службе чтобы жители кузбасса собственно говоря если их настигнет какую-то чрезвычайная ситуация какая-то происшествие какой-то были уверены в том что к ним на помощь придет кинолог собакой который сможет их собственно говоря наказать им какую-то помощь пока у этой уверенности у меня не будет я не прекращу добиваться не прекращу искать справедливость я скажу что на моей стороне находится правда и бог со мной вот такие вот дела так что этот выпуск не о собаках всем спасибо заслужите доверие заслужите уважение и вас все получится спасибо с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо за субтитры сделал DimaTorzok